Я не смею Спасибо тебе за весну и за честность, за блеск этих глаз Спасибо папе, дарю тебе нежность, так поговорим о нас Поговорим о нас и о группе Мураками, которая сегодня присутствует в нашей студии А именно знаменитая Диляра Вагапова, расскажу потом, почему знаменитая И, конечно же, Раиля Латыпов, которая нам так чудесно играет Здравствуйте, ребята, доброе утро Очень рады видеть вас в городе Новосибирске Знаем, что вы уже много где были в Сибири, конечно, успели покататься Но сегодня самое главное, что ваш концерт будет в Рок-Сити, насколько нам известно, вечером Поэтому успеваем все обязательно туда прийти Ребят, как ощущения от города? Вы же тут были уже у нас, правильно? Город? Ну, прежде всего, конечно, он нас окатил холодом И мы так почувствовали, что мы действительно в настоящей Сибири Безусловно, прекрасная архитектура Замечательные, добрые и очень теплые люди Несмотря на то, что климат вроде бы такой холодный И мы вообще, в принципе, любим очень Сибирь А скажите, как-то изменилась ваша программа с прошлого года? Были же у нас, да? Конечно, в этом году нам 10 лет Значит, уже 11-й год пошел И во всей программе, конечно, появляются новые песни и старые песни У нас сменился состав 3 января для нас самих неожиданно вдруг у нас решил уйти от нас барабанщик И наш прекрасный директор-менеджер группы «Мураками» Накентий Минеев, который когда-то был барабанщиком у Валерия Сюткина Далее он стал заниматься группой Чечерина, Николаем Носковым, Бутусовым, группой Юпитер Ну а сейчас он занимается группой «Мураками» И вот он вспомнил свою молодость и решил все-таки сесть за барабан И с нами вместе теперь играет и получает удовольствие Чему мы, конечно, безусловно рады Вы знаете, я была на вашем сайте, мне он так понравился Он какой-то, знаете, такой душевный Спасибо, собственноручно рисованный И мне всегда было интересно Вот там есть определенные мысли, да, которые якобы вот от вас, от первого лица Вы действительно, вы это все пишете? Да, конечно Это вот ваши абсолютно записи, ваши ощущения и ваши чувства Это прекрасно, это называется ближе к народу, наверное Ну мы стараемся, по крайней мере, рассказывать о том, что у нас на душе, в целом коллективе И внутри, и впечатления о городах различных, которых мы встречаем, опять-таки Это же тоже очень важно Если что-то вдруг запало в сердце, в душу, как когда-то вот Байкал, например, да Когда мы появились на Байкале, я помню, мы стояли такие щели Мы на Байкале, мы на Байкале Ну вот, или, например, когда мы оказались в Северодвинске на подводной лодке Это тоже было столько Как вы там что-то там делали? У нас там был концерт в Северодвинске, а нам сделали экскурсию Мы поехали прямо на подводную лодку, спадили там То есть это было очень интересно А как вообще бы вы описали ту музыку, которую вы делаете? Это нечто такое душевное? Это поп? Хотя, наверное, попом это и не назовешь, да? Это... Ну какая? Как это правильно называется? Вот мы недавно спорили как раз и послушали Да-да-да, давайте теперь тут поспорим Ну, вы знаете, все члены группы, они абсолютно разноплановые И музыка такая же получается Ну, я не знаю, я никак ее не называю, это просто музыка Ну как это, ну не знаю Есть рок-группа, есть поп-группа В последнее время такая тенденция модная пришла к нам Что люди соединяют какие-то названия непонятные Я даже не могу сейчас вспомнить Там такие километровые какие-то названия того, что они играют Джаз, поп, эритин, бюс, хаус Да мы ее, потому что нам нравится Самое главное, чтобы это было с душой и по-честному В принципе мы стараемся А как же вот эта история о том, что любое творчество тоже нужно монетизировать Как-то же надо жить И понятно, что вам нравится определенная музыка, но это же должно продаваться Или вы как-то так считаете, что если музыка хорошая Если есть поклонники, то и деньги будут, что называется Ну, сегодня мы в Новосибирске, в принципе, достаточно далеко от Казани Значит, нравится Значит, берут Да, значит, берут, правильно вы говорите Ну что ж, дорогие друзья, давайте с вами ненадолго прервемся Буквально на небольшой выпуск новостей Сразу после возвращаемся к группе Мураками в нашу студию Гирлянда сонной колыбели Меняет утро на июль Пломбирный воздух еле-еле Мой красивый корабль Я между минусом и плюсом Кусаю точные слова И собираю словно бусы Меня сегодня На тебя вчера Зима Расстояла И не спеша прошла Лесна Лето, лето, лето Осень И опять она Я даже так не ожидала, что быстро все закончится Эта группа Мураками у нас сегодня в студии Диляра Вагапова Раиль Латыпов Спасибо, что вы нам поете сегодня на протяжении всего утра Диляр Мы-то знаем, что вы не только солистка Мураками Которая успешно гастролирует по городам и странам практически Но еще и участница проекта Голос Голос-3 Видели мы вас по телевизору Да ладно Да Прям вот вышли такая Прям с гитарой, как солдат запели И с этого все и началось Вопрос такой Ну, вы же уже успешная группа Зачем вам вот эти вот шоу? Ну, это очень хорошее приключение Это отличный опыт Это новое знакомство Это такой небольшой пинок под зад Для того, чтобы ты смог Чувствовать себя конкурентоспособным И чтобы ты смог быть на плаву, скажем так А как вы сообщили вот вашим, сегодня сказала сокамерникам, честное слово Ребятам из группы, что вы идете в голос Как они общались? Да, как вы отреагировали? Да как? Они скорее не сообщили Как это было? Да, кто решил? Вы, директор, может быть, не знаю, музыканты? Карина решила поучаствовать Об этом сказала Директор сказал А что, Карина, давай тоже заявку заполним Карина, это сестра родная Карина, да Так И она в этом году В прошлом году решила, что она уйдет из коллектива И она уже не с нами, к сожалению Но, тем не менее, в тот период времени она была с нами И я помню это, когда она сказала Ой, я на голос езжу Я говорю, ну ладно, поехали вместе Она прошла? Она прошла в четверть минуту То есть там предотбор, резерв Ну вот так вышло, что дальше ее не пропустили Ничего А вот вспомните свое состояние, когда вы вышли на сцену Вы же были не одна, вы были с гитарой Вы, насколько я читала, даже были простужены тогда тоже И очень переживали А удастся ли мне спеть «Солдат» знаменитый или нет? Не могу, не помню сейчас уже, насколько я была простужена или нет Я помню, что... Ну я читала, что что-то да Эмоционально просто это было очень шатко Потому что, когда ты выходишь, и ты имеешь определенное имя У тебя за спиной есть определенный опыт Ты выходишь на сцену И если к тебе вдруг не повернутся даже твои коллеги, предположим, да Это когда мы с плагей на одной сцене на нашествии И друг за другом работаем Когда многие площадки пересекаются И ты вдруг понимаешь, что... А если вдруг... Ну а если вдруг, так ну и что? Ну не повернулись, значит повернулся кто-то другой И как вы отреагировали, когда повернулся именно Билан? Вы ожидали, что это будет именно он? Ну я была очень удивлена И эмоционально я помню тогда Для меня это был такой всплеск неожиданный Что я ходила и повторяла Я и Дима Билан, я и Дима Билан И где мы? Мы вообще в разных плоскостях живем Самым сложным этапом в Голосе для вас что было? Самым неожиданным было то, что нас поставили вместе с Женей Благо на втором этапе И это было очень тяжело, потому что очень много лет прожито вместе с Женей Мы с ней из одного вуза, мы с ней однокурсницы И у нас наш общий мастер Михаил Борисов тоже нас поддерживал И именно это было самое, наверное, тяжелое Потому что если бы она не прошла, я бы чувствовала себя виновата Так не прошла я, и мне достаточно спокойно Потому что я знаю, чем я занимаюсь Она много раз была на наших концертах А это получается какой-то элемент шоу? Поставить именно девушек, которые так хорошо друг друга знают И вот это вот соперничество посмотреть, послушать? Или просто так получилось? Не знаю, я не являюсь режиссером данного шоу Я не могу предположить, знали ли они, что мы вместе Ну, конечно, знали Ну и все-таки расстроились, что не прошли? Или так? Ну, приключения, приключения? Ну, сегодня это такое приключение Завтра я буду в каком-нибудь другом городе Сегодня я в Новосибирске, сегодня мы с вами И сегодня наш нулевой километр начинается от Новосибирска Когда-то он начинался от голоса? Это мой нулевой километр Пожирает сентябрьский полдень По колесам играет оркестр Камень за камнем, камень за камнем Это мой нулевой километр Начинаю отчет от Новосибирска Мы построим китайскую стену здесь Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем Группа «Мураками» сегодня была у нас в гостях Диляра Вагапова и Раиль Латыпов Спасибо большое, что были сегодня на встрече И ждем вас сегодня на концерте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok